всем привет привезли лодочный мотор parsun 25 он же parsun 30 это аналог лодочного мотора yamaha 25b и yamaha 30h вот такой лодочный мотор китайцы свои моторы не задушивают поэтому этот мотор имеет мощность уже 30 лошадиных сил лодочный мотор из коробки часть 2 история этого лодочного мотора загадочная и непонятная владелец мотора привез его и рассказал следующую историю когда он его купил в магазине возникло подозрение что мотор был продан не новый а был во первых ручка переключения очень быстро сломалась чуть ли не сама по себе он обратился к специалистам и ручку ему восстановили во вторых сомнения по поводу б.у. возникли из-за очень быстрой коррозии мотор эксплуатировался в морской воде и облез в первый же сезон далее начинается самое интересное мотор начал перегреваться и постоянно прогорала прокладка головки блока цилиндров в одном и том же месте владелец обратился в какой-то сервис но там ему помочь не смогли владелец приобрел вторую головку блока цилиндров но проблема так и осталось он думал что из-за перегрева головку блока повело установил новую но проблема не решилась владелец купил владелец приобрел вторую головку блока цилиндров подумал что из-за перегрева повело поверхность головки блока но установив новую головку блока проблема так и не ушла из-за перегрева задрала цилиндры придется их растачивать и покупать новые ремонтные поршни и ремонтные кольца наша задача сделать из этой кучки запчастей лодочный мотор порсун и разобраться в чем же была причина перегрева еще ничего не делали и не смотрели но увидели что в корпусе водяной помпы здесь закрыто отверстие для сброса воды каким-то ржавым штифтом здесь должно быть отверстие и видимо мастера его здесь решили закрыть посчитали что она не нужно не знаю не знаю подшипники коленчатого вала еще не смотрели но будем надеяться что они в хорошем состоянии какие-то болты непонятные наверно болты редуктора но ничего лишние детали мы отдадим обратно владельцу куча прокладок сейчас мы как раз заценим их состояние ну и вот постоянно прогорала прокладка на нижнем цилиндре а это лепестковые клапаны хорошо хоть все упаковано в пакет они разбросаны по всей коробке вот и смотрим на зазор клапанов этот зазор говорит о том что это уже мотор 30 лошадиных сил не задушенный как на yamaha а уже 30 осталось только найти карбюратор и заглянуть в диффузор так здесь цифра не указана но судя по сечению диффузора это 30 к еще болты да и еще владелец рассказал что его очень смутило что вот такие провода были когда мотор он приобретал и еще забыл добавить что поворотный механизм лодочного мотора не работает придется его разбирать чистить втулки потому что внутри этой трубы то же самое что и снаружи втулки закисли и поэтому они не работают сейчас будем восстанавливать поворотный механизм который не работает некоторые болты здесь уже были обломаны все закисшие если втулки останутся целые то просто их почистим смажем и установим обратно если же нет то придется их изготавливать или заказывать от yamaha 30 они подходят для того чтобы оживить этот двигатель мы будем его растачивать подшипники коленвала в отличном состоянии это очень хорошо несмотря на попадание воды подшипники не ржавые помимо расточки цилиндров мы будем также шлифовать головку блока цилиндров и сам блок цилиндров на всякий случай чтобы исключить тот момент если плоскости будут искривлены от перегрева поворотный механизм зажали в тисы для того чтобы извлечь эту трубу будем греть и пытаться крутить выбивать в общем как получится открутили крышки выхлопа и и внутри этих крышек обнаружили какой-то кокс непонятный какая-то масляная пленка откуда она здесь взялась вообще загадка ведь здесь циркулирует вода и выхлопным газом здесь вообще делать нечего самое интересное что никаких отверстий или трещин здесь нет то есть выхлоп выхлоп гуляет здесь здесь канал для воды но присутствует что-то непонятное какой-то кокс в общем загадка на нижнем цилиндре отколот кусок гильзы такой же случай был у нас видео где мы ремонтировали хайди 30 а это порсун 30 и точно такое же явление кусок гильзы мотор выплюнул потому что нет никаких следов повреждений абсолютно ничего цилиндры мы расточили перегревать блок мы не будем сейчас будем собирать его на новых ремонтных поршнях от yamaha только перед тем как собирать нужно восстановить резьбы потому что некоторые из них здесь сорваны и отфрезеровать окна после росточки в общем восстановили поворотную часть втулки почистили смазали и установили старые менять не стали они хорошим состоянии теперь все вращается очень хорошо вертикально также и горизонтально собираем восстановили резьбы повкручивали вертыши здесь почти все резьбы были такие не очень very good устанавливаем и маховские прокладки головку блока мы отшлифовали с двух сторон она была сильно поведенная далее идет вот эта прокладка и крышка системы охлаждения тоже была очень сильно поведенная она тонкая мы ее тоже отшлифовали итак первый запуск мотора после сборки термостат отсутствует но бог сильно нагревается уже нагрелся до восьмидесяти шести градусов девяносто все надо глушить вот здесь нагрелся хотя здесь должен быть холодный вообще вода не поднимается что ли так контролька контроль на идет вода не поднимается в обошла смотри-ка вода не поднимается ну все ладно глушим глушим и будем смотреть и разбираться чем же проблема запустили мотор без редуктора подавая в него воду и мотор греться перестал он холодный значит скорее всего проблема заключается в редукторе а точнее водяной помпе которая плохо качает воду сейчас пока сложно сказать что не так с водяной помпой потому что в принципе здесь все так единственное что от лопасти крыльчатки немного загнуты но она бы работала на больших оборотах здесь такое ощущение что может какое-то передавливание газами идет или еще но попробуем заменить крыльчатку посмотрим что получится все равно мотор греется не могу понять почему в чем же дело чего тебе еще надо собака поиск места передавливания системы охлаждения выхлопными газами начинаем с самого начала в этом месте могут поступать выхлопные газы как раз в канал подачи воды потому что это уплотнительная резинка сильно выжата ее как минимум посадить на герметик либо полностью заменить это уплотнение это называется пластина основания помпы уплотнительная резинка здесь как-то не очень хорошо болтается замена уплотнения не помогает все равно болтается все потому что это отверстие чуть чуть больше чем на yamaha поэтому на всякий случай это уплотнение нужно заклеить итак передавливание газами прекратилось но давление помпы все равно слабое чуть-чуть не хватает на холостых для того чтобы обеспечить нормальное давление чуть-чуть даешь газу напор идет но на холостых давление слабое устанавливается новая yamaha помпа вместо парсуновской потому что парсуновская помпа не работает не создает необходимого давления на холостых оборотах делает мозг и является причиной прогорания прокладок причиной ремонта итак итак ну вот наконец-то все получилось вода поднимается нормально то есть на холостых хватает производительности помпы сейчас установим термостат термостат на этом моторе был заклинивший поэтому ставим новый немножко погоняем его часик на холостых на минимальных оборотах и после этого требуется обкатка хотя бы 5 часов на обкаточном бензине смесь 1 25 а 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 подводим небольшой итог в общем лодочный мотор porsum 25 был куплен новым в магазине но потом возвращен по гарантии из-за проблем с перегревом это я так думаю продавцы или дилеры пытались разобраться в этой проблемой пытались затыкать отверстия в помпе подумали что решили проблему и снова выставили его на продажу по сниженной цене это сказал сам владелец но повелся на цену и решил его купить мотор оказался бушным и после этого у него были проблемы с перегревом но не нужно было менять прокладки три раза него прогорала прокладка не нужно было покупать новую головку булока цилиндров нужно было просто посмотреть водяную помпу владелец этого не знал из-за чего весь ремонт а вот сколько прокладок было в комплекте с мотором одна вторая вторая третья опа и четвертая четыре сгоревшие прокладки еще вопрос такой по порсуну у меня возникает есть такое как на холостом на холостых оборотах 2 ух 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 сгл этот